Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о новом топе производительности от Xiaomi за шапку сухарей. Так новый Redmi Turbo 3 получил очень мощное железо, крутую быструю зарядку, шустрый дисплей, новую продвинутую камеру, море памяти, как я уже сказал, интересную цену. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику из Китая и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю, отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Что ж ребята, вот она новая народная мощь. Да, не успели мы оправиться от Poco X6 Pro, который хоть объективно, хоть субъективно, да как угодно, можно считать самым производительным смартфоном за свою цену. Она очень редко уже встречается около 22-23 тысяч, но все опять же зависит от курса. Так вот, X6 Pro действительно крайне мощный. Да, есть у него и свои плюсы, и минусы, обо всем я вам уже подробно рассказывал, но вот новый Redmi Turbo 3 можно смело назвать уже чуть ли не Poco X7 Pro. Вот такой вот будет скачок, хотя справедливости ради это все-таки не Poco X7 Pro на глобалке, а именно Poco F6, который приходит на смену тоже вполне интересному, как на мой взгляд, Poco F5. Так что ждем нового монстра производительности на глобалке примерно через месяц. Старт должен быть ориентировочно в мае, хотя все-таки на первых порах, мне кажется, между Poco X6 Pro и Poco F6 будет разница. Такая, чтобы F6 не душил своим ценникам X6 Pro. Думаю, отличаться она будет ценой примерно на 10 тысяч. Я вижу так, Poco X6 Pro можно будет достать опять же ориентировочно за 23, а F6 примерно за 30-32, чтобы каждый для своей ниши оставался максимально вкусным. Ладно, я как всегда никого ни к чему не призываю, тут уже вам решать, что брать, а что нет. Я же просто делюсь своим мнением и, так сказать, своими впечатлениями. В общем, в Китае Redmi Turbo 3 уже поступил в продажу и просто там вообще сумасшедше бьет все топы продаж. Правда, почему-то смартфон назвали не Redmi Note 13 Turbo, как это было раньше в линейках. Ну, мне, честно говоря, непонятно почему, решили просто сократить и оставили так, Redmi Turbo 3. Так что не пытайтесь найти просто Turbo или там Turbo 2 их, ну, попросту не существует. Ну, точнее, они существуют, но, например, под другим названием, там, Redmi Note 12 Turbo и так далее. Что касается дизайна, то тут, как всегда, ребята ленятся. По сути, немного видоизменённый, опять же, Poco F5. Камеры стали чуть больше, по сути, просто освежили, а остальные изменения всегда у нас заключаются внутри. В общем, жду ваше мнение по поводу внешнего вида нашего сегодняшнего героя. Как вам он, ок или нет? Ну, а я постараюсь максимально кратко и содержательно рассказать вам, что именно из себя представляет этот новый Redmi Turbo 3. Сердцем новенького Turbo от Redmi стал свежий 8-ядерный 64-битный чип, а именно Snapdragon 8S Gen 3. О данном чипе мы уже с вами беседовали. Я уже говорил ранее, он набирает около 1 миллиона восьми сотен тысяч очков, что даёт неплохой прирост даже в сравнении с Dimensity 8300 Ultra и с Poco X6 Pro. Ну, а при этом цена смартфона будет примерно схожей, но учитываем, что это опять же будет версия для китайского рынка, которую будут потом шить на глобалку. Ну, опять же, тут кому что больше нравится. Я лично для себя больших проблем так и не увидел, так имею на руках по долгу службы около десятка, да не, наверное, даже больше смартфонов для китайского рынка, как на прошивках глобальных, так и на китайских версиях. И никаких проблем с 4G я не испытывал, хотя опять же, живу я в маленьком провинциальном городке с населением 65 тысяч человек и интернет у нас тут по умолчанию не самый топовый. Ну да ладно, запал комментаторов, не державших подобные смартфоны даже в руках, мне всё равно не остановить, поэтому каждый решает для себя. В общем итоге, должна выйти машинка с реальным высокопроизводительным железом. Что до оперативки, то её объём составит от 8 до 16 гигабайт, накопитель же будет от 256 игол до 1 терабайта. Питает всё это дело баночка, опять же, на классические 5000 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки. Объёмы, к сожалению, остались без изменений, а вот скорость зарядки подросла до флагманских сяомишных 90 ватт. Далее у нас идёт дисплей, он получит идентичную с предшественником диагональ 6,67 дюйма, но судя по спекам, всё-таки увеличит разрешение до 2712 на 1220 точек. Сейчас это уже новый стандарт от Xiaomi, поэтому удивляться не стоит, но зато сам экранчик будет приятный и технологичный. Выполнён, как всегда, по стандарту AMOLED, а вот частота его, скорее всего, останется без изменений и составит 120 Гц. Ну что же, зато нас ждёт упор в эти самые 120 Гц в поддерживаемых играх и большая стабильность. Что по камерам, то фронталочка будет на 20 Мп, но просто норм для своего ценового диапазона, не больше, не меньше. Что до основной камеры, то её тут точно можно считать апгрейдом в сравнении с предшественником. Основной сенсор тут на 50 Мп, но с крупным датчиком. Ну это свежий Sony LUT600, а также будет классический ширик на 8, но это вообще уже, как бы, я не знаю, дань уважения, что ли. В целом набор адекватный, местами интересный, но всё-таки камерафоном данный аппарат назвать сложно. Да, есть автостаб, да, будет 4К и 60 кадров в секунду и, скорее всего, реально более высокий уровень по фото, но чего-то прям заоблачного я от него, разумеется, не жду. Он всё-таки больше именно про железо. К дополнительным особенностям новинки могу отнести свежую версию HyperOS, пишут о модификации 1.5 на 14 андроиде, новые стереодинамики, защиту от брызги пыли и, конечно же, NFC. Что по ценам, то за базу на 12.256 у себя на родине производитель запросил от 270 баксов. Это прям очень вкусно и жирно, особенно если, кроме крутого железа, тут оценивать ещё и весьма неплохую камеру. Однако, опять же, это всё больше слова производителя, ну а что будет в реальности, мы узнаем из наших тестовых сравнений. На этом мой новостной ролик подошёл к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok